16 февраля в спортивном комплексе НГАСУ Сибиряк и Газпром Югра открыли новую страницу истории новосибирской команды. Эта игра стала для новосибирцев первой под руководством Жоа Карлса Барбозы, пришедшего в Новосибирск на смену Тимуру Легберову, тренеру, с которым сибиряки за три сезона проделали огромный путь, выиграл бронзовые и серебряные медали в Суперлиге. Однако экспрессивное руководство сибиряка учитывать былых заслуг не стало, и неожиданно для многих решилось на рокировку на тренерском гостике посреди сезона. Гости уверенно начали и уже на второй минуте вышли вперед. Дмитрий Лысков воспользовался оплошностью обороны новосибирцев и открыл счет в матче. Правда, хозяева такого удара оправились практически сразу, и помог им это бывший сибиряк Сергей Иванов. Если в первом случае, после его небрежного паса, Николай Каневец, выскочивший один на один, шансом не воспользовался, то во втором ошибка Сергея привела голу. Иванов привез угловой, розыгрыш которого закончился точным ударом Константина Тимощенкова. Буквально следом дуплетом выстрелил Николай Каневец. Сначала здорово обработал передачу партнера от своих ворот и отправил матч в девятку, а в следующей атаке воспользовался передачей класса сыгравшего в отборе Константина Тимощенкова. После такого ударного начала команды взяли паузу. Как оказалось, ненадолго. В середине тайма произошел очередной голевой взрыв. На 14-й минуте Югра разыграла классную трехходовку, завершившуюся голом Иванова Чешкалы, а в ответ получила два мяча от новосибирских бразильцев. Сначала Пишот первым подоспел на скидку от Умберто, и открыл счет своим голом за Сибиряк, а следом уже сам Умберто замкнул прострел партнера. 5-2. Такой ход встречи вынудил Егорцев уже в первом тайме начать играть в пять полевых. Правда, дивидендов им это не принесло, а наоборот, усугубило положение. Со средством на перерыв Пишот отправил шестой мяч в пустые ворота Газпрома. Думаю, что они немного не ожидали такой активной игры с нашей стороны. Поэтому мы, в принципе, реализовали практически все моменты, какие у нас были в первом тайме. Поэтому отсюда еще такой 6-2. В прошлом сезоне Сибиряк в Новосибирске отыгрывал у Сенара 4 мяча за тайм. Такая же задача стояла и перед Югрой. Для ее решения тренер Газпрома КК не стал запретать велосипед. Новосибирцы тогда спаслись с помощью пятого полевого. Так же сделали и Югорцы. Начав тайм с Робини в роли вратаря. Игра 4 на 5 в этом сезоне не являлась козырем новосибирцев. И было интересно посмотреть, успел ли Барбоза что-то в этом направлении исправить. По первой пяти минутке казалось, что да. Сибиряк здорово оборонялся, периодически огрызался. Но после 30-й минуты карета превратилась в тыкву. В период с 31 по 34 минуту гости забили трижды, сократив разницу до минимума. Голос в счет записал Лима. Тумбль оформил Павел Чистополов. Взятый Барбозой тайм-аут временно умерил пыл гостей. Но уже через три минуты они счет сравняли. На это провел дебютный мяч в Суперлиге. Однако ничьи и Югорцы ограничиваться явно не собирались. Продолжил выпускать пятого полевого и после того, как счет стал 6-6. Кое-что наглости хотели победить. Но просто при игре 4-4 мы сегодня не нашли себя на поле. Ну, соперники очень хорошо играли. А мы и в атаке, и в обороне были недостойны. Поэтому и смысл держать после 6-6 4-4. Я считаю, что более опасно заиграть 4-4, чем 5-4. Поэтому и так продолжили. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Гласит известная мудрость. За свой риск гости чуть не поплатились. На 41-й минуте Сибирику наконец удалось поймать Югорцев и забить в пустые ворота. Николай Конемец оформил хитрик. Правда, развить успех новосибирцам не удалось. А вот «Газпром» игра еще на один гол сподобилась. За 3 минуты до конца Марсельнин ударом в угол восстановил ничейный счет. На этом спектакль и закончили. 7-7. Очередная ничья в копилке новосибирского коллектива. Скажу, что у нас не было, нет пробоя в нашем крейсере под флагом «Сибиряк». Игра это показала, я соглашусь с КК, что зритель, наверное, получил удовольствие от забитых голов, от игры. Единственный минус небольшой, что мы сегодня опять не смогли вырвать. Тем не менее, мы показали очень хорошую игру. Впереди у «Сибиряка» выезд в Сыктывкар. «Газпром» игра в ближайшем туре «Домос» играет с Тюменью. Юрий Змяна, специальная ассоциация мини-футбола России. Фондюкар Сибиряка Продолжение следует...